добрый вечер дорогие друзья я очень рада всех вас приветствовать и прежде всего давайте с вами познакомимся меня зовут марина козлова и я являюсь участником проекта организованного вебинар market.ru мой первый вебинар на самом деле дорогие друзья действительно это самый первый вебинар моей жизни мой такой первый несмелый опыт но я уверена что на сегодняшний день вебинары становятся одним из самых главных одним из самых мощных инструментов проведения и развития себя своего бизнеса в интернет поэтому необходимо учиться необходимо осваивать эту нишу так как это дает неоспоримое конкурентное преимущество для любого бизнеса но давайте все-таки вернемся к теме нашей сегодняшней беседы и поговорим о сетевом маркетинге сетевым маркетингом я заболела не так давно около двух лет назад знакомство моё состоялось в реале конечно же меня захватила вот эта идея создания собственного бизнеса возможность создать свою структуру иметь дополнительный пассивный доход я головой окунулась в работу телефонные звонки объявки листовки встречи презентации все это было но очень скоро я поняла что методы работы которым обучал меня мой спонсор они не приносят желаемых результатов и я понимала что нужно действовать как-то по-другому но как к сожалению на этот вопрос ответа у меня не было потом случился переезд меня с моей семьей на другой город и где-то на время около полгода я вообще выпала из бизнеса не занималась своей работой однако со временем все вопросы благоустройства на новом месте жительства были решены и я осознала что вот эта мысль о том что в сетевом маркетинге можно и главное нужно хорошо зарабатывать она настолько глубоко запала мне в душу вот настолько прочно укоренилась на подкорке моего сознания что я уже не могла спокойно жить и не могла спокойно спать но дорогие друзья вы же понимаете что в реале сегодня работать тяжело работать в абсолютно незнакомом городе где крупных знакомых сводится к нескольким бабулькам из нашего подъезда и может нескольким мамочкам в детской площадке тяжело вдвойне и в один прекрасный день я просто открыла крышку ноутбука своего мужа села в интернет просто в надежде найти хоть какие-то ответы на свои вопросы надежде посмотреть как же умные люди сегодня работают как они поступают и и оказалось что действительно эффективные методы работы в интернет есть более того есть целая система четких пошаговых действий выполняя которые вы неизбежно придете к успеху придете к хорошим результатам более для того на мой взгляд млм интернет они весь просто сложно друг для друга это как две половинки одного целого и у меня как крылья выросли за спиной я головой окунулась в учение в работу и сегодня я хочу с вами поделиться своими результатами своими выводами своими наработками сегодня мы с вами рассмотрим почему же все таки люди приходят в млм чем их так манит этот бизнес чем он так притягательным почему успешными становятся далеко не все мы рассмотрим как правильно нужно выстроить свою работу в интернет и разберем пять главных шагов на пути к успеху дорогие друзья я думаю что я ни для кого не открою америку если стану утверждать что основная масса людей работающих в млм пришли сюда в надежде получить дополнительный доход я бы назвала это такой первой основной мотивации для начала своего бизнеса что скрывать деньги сегодня правят нашим миром и я позволю себе быть даже несколько циничной в этом вопросе но каждый из нас хочет обладать и распоряжаться наибольшим количеством для чего для удовлетворения каких потребностей для достижения каких целей для осуществления каких желаний это уже другой вопрос в любом случае деньги это инструмент для осуществления задуманного вторая причина по которой люди приходят в интернет в млм это желание приобрести финансовую независимость ну разумеется чем большим количеством денег ты обладаешь тем более финансово уверенным финансово защищенным ты себя ощущаешь и позиционируешь в млм компании никто и ничто кроме тебя не влияет на твой доход но здесь есть и обратная сторона медали ведь никто здесь не будет платить тебе нашу такую привычную зарплату лишь за то что ты пришел сегодня на работу если ты не сделал конкретных шагов если ты не принял никаких действий которые принесут тебе результат на выходе ты ничего не получишь третью причину которую я хочу обозначить это желание иметь больше свободного времени знаете моя очень близкая подруга любит говорить если у тебя есть деньги у тебя абсолютно нет свободного времени если у тебя есть время значит у тебя просто нет денег конечно можно много и упорно работать по найму со временем дорасти до крупных должностей до больших окладов еще больших бонусов денег будет достаточно может быть не очень много но достаточно но зато времени не будет совсем с приходом в млм компании нам обещают гибкий график возможность самому выбирать когда где и сколько работать но сегодня я могу с абсолютной уверенностью сказать что один два часа в день для достижения желаемых результатов это явно недостаточно я например сегодня работаю по 80 часов и точно также рано встаю и ложу спать очень поздно но я считаю что это как закладка фундамента когда происходит строительство нового здания это работа всегда требует много времени сил материалов каких-то правильных расчетов фактически фундамент не играет на такой архитектурной роли какой-то там визуальной красоты не оказывает на тому здание но ведь прекрасно понимаете если не потратить время если сделать вот этот крепкий надежный прочный фундамент наше здание со временем просто рухнет как карточный домик следующую причину которую я хочу обозначить это личностный рост безусловно без саморазвития без постоянного обучения без преодоления самого себя своих слабостей своих маленьких а может быть иногда и не маленьких страхов человек не может жить гармоничной яркой и насыщенной жизнью саморазвитие любому человеку необходимо как воздух в противном случае человек затухает трясение своих бытовых таких забот бытовых проблем ему ничего не интересно он ни к чему стремится он становится скучно в итоге нападает эта страшная панацея 21 века депрессия да я уверена что самый лучший способ борьбы депрессией это постоянное образование личное развитие стремление узнать что-то новое интересное и безусловно применять свои знания на практике можно конечно на самом деле ведь в реальность работая по найму у нас совсем не остается времени для личного развития и нельзя ли забывать о том что у каждого из нас есть какие-то домашние опыты у кого-то может быть это престарелые родители у кого-то дети маленькие у кого-то может быть то и другое и помешно времени на самого себя обычно не остается совсем можно бросить работу например целиком посвятить себя личному развитию посещать всевозможные тренинги вебинары приобретать интересующие тебя курсы книги но для всего этого нужны деньги а не источников дополнительного дохода фактически мы оказываемся в замкнутом круге просто и пятая причина по которой все таки люди приходят в млм сегодня это развитие своего бизнеса желание развить свой собственный бизнес на самом деле есть реальная возможность начать свой прибыльный бизнес без вложения больших денег старт в любой млм компании человек способен оплатить на практически каждый вопрос только в том на какой стадии развития будет находиться ваш бизнес ведь в подавляющем большинстве случаев к сожалению он умирает еще в младенческом состоянии в итоге в лучшем случае человек просто становится постоянным клиентом своей компании работа в любой млм компании проходит под девизом успехом может достичь каждый и это так ведь большинство людей работающих в млм понятия не имеют что такое сетевой маркетинг с чем его едят большинство сетевиков приходит из обычных людей у которых есть опыт работы по найму у кого-то хорошее образование у кого-то и то и другое но все мы имеем только теоретические знания о том как можно зарабатывать и никаких практических навыков ведения своего тела согласитесь ведь вся наша система общества наша система образования построена таким образом что он нас учат нас готовят к работе по найму и знаний практических навыков о том как вести собственное дело так заниматься предпринимательством практически не менее практика показывает что только определенный процент людей достигает великолепных результатов почему же так происходит дональд трамп говорил что самых существенных результатов в млм достигают только те кто достаточно амбициозен те люди которые способны идти до конца сохранить импульс и мотивацию при переходе на более высокий уровень для этого нужен предпринимательский дух что означает концентрацию и настойчивость давайте же все таки разберем что такое сетевой маркетинг маркетинг это прежде всего удовлетворение потребностей других людей и в сетевом маркетинге как и в любом другом бизнесе есть твоя целевая аудитория то есть это те люди внимание которых нам нужно привлечь и этим людям надо дать именно то что же что они желают от нас получить обычно же сетевики своей деятельности предлагают и свой продукт и свою бизнес возможность всем подряд и в результате 97 процентов это отказ давайте же подробно рассмотрим какие категории людей нам необходимо считать своей целевой аудиторией ну во первых это люди которым нужен и интересен наш бизнес да то есть это могут быть сетевики которые уже работают например в реале и хотят развить свой бизнес в интернет либо это могут быть сетевики которые раньше работали со временем оставили этот бизнес либо это только начинающие сетевики которые только приходят в этот бизнес, и им интересно попробовать себя. Но в любом случае это люди, которым уже ничего не нужно объяснять, ничего не нужно доказывать, не нужно доказывать, что сетевой маркетинг – это действительно уникальная возможность для каждого человека. Они прекрасно об этом сами знают. И вторая категория людей – это люди, которые просто ищут возможность дополнительного заработка или возможность начать свой бизнес. Но не стоит особых надежд возлагать на вторую категорию людей, потому что здесь могут оказаться абсолютно любой человек, то есть это могут быть и наши родственники, наши соседии, наши друзья. Любой человек, которым просто интересен, и у них есть желание, интересно найти себе дополнительную возможность, иметь дополнительный доход или дополнительный заработок. На самом деле ведь людей волнует только одно – они хотят найти решение своих проблем. Это может быть что угодно – нехватка денег, времени, свободы, какие-то личные амбиции и так далее. Наша же задача – делать одно простое действие, а именно говорить с ними на их языке. То есть преподнести им нашу возможность так, чтобы они увидели в ней решение своей проблемы. Но прежде чем вы научитесь это эффективно применять, необходимо научиться преодолевать несколько препятствий. Во-первых, вы ничего не можете им продать. Во-вторых, люди не любят тех, кто старается им что-то продать, а уж тем более навязать. И третье – сначала они видят вас с незнакомцем, затем еще и продавца, который только и мечтает о том, как зависит на кошелек. И это не зависит от того, насколько хорошо вы знакомы. Но как все гениальное просто, так и решение этой проблемы тоже лежит на поверхности. Люди хотят знать о той выгоде, пользе и тех преимуществах, которые они получат. Но они не хотят, чтобы вы им что-то продавали, а уж тем более навязывали. Но при всем при этом, они с удовольствием купят у вас свои мечты. Ваша задача – помочь вашим потенциальным партнерам увидеть решение своей проблемы в присоединении к вашей команде, созданию с вами бизнеса как средства достижения своей мечты. Но ни в коем случае не рекламируйте свой бизнес-возможность. Это большая ошибка. Продвигайте полезную информацию, продвигайте советы, рекомендации. И если ваш сервис высокого уровня и ваши услуги высокого качества, когда люди видят вас эксперта, профессионала, который может, хочет, им за то, им помочь, а не продавца, которому главное выводить из вас деньги, вы будете вне конкуренции. Люди будут сами вас искать, так как будут видеть в вас решением своей проблемы. И это единственная причина, по которой именно к вам будут тянуться люди, именно ваша команда будет пополняться новыми партнерами, потому что вы для них лидер, человек, который показывает путь и ведет их по нему. Дорогие друзья, я особенно хочу подчеркнуть внимание ваше к тому, что не ваш прекрасный продукт, не ваша чудесная компания, не ваш самый современный маркетинг-план, а именно вы, ваш опыт, ваше знание, ваша притягательность, уникальность, привлекать людей в вашу команду. Именно такая стратегия может целиком изменить бизнес и вашу жизнь. Но желание начать бизнес должно быть их идеей, а не вашей. Только обдумав свое решение самостоятельно, отбросив лишние эмоции и впечатления, человек будет преданным своей идее, будет долго и упорно идти к своей цели. А ведь это именно то, чего мы хотим от каждого нового партнера своей команды. Процесс созревания должен находиться у них в голове, а не в вашем. Поэтому избавьтесь от этого давления и вы начнете спонсировать вашу команду только целевой аудиторией. Есть еще один момент, который я хочу затронуть. Это вопрос доходов и расходов. Знаете ли вы, что 9 из 10 МЛМ предпринимателей тратят денег на свой бизнес больше, чем они зарабатывают? И у каждого из нас есть шанс оказаться одним из 9 человек. Всегда есть цена, которую надо заплатить за свой успех. Это могут быть деньги, для того, что это может быть время, непонимание со стороны близких, родных людей. Но чаще всего, конечно, это букет из всех этих причин. Но, дорогие друзья, если вы не сдаетесь, есть, когда на вас сваливаются трудности, если вы не бежите от работы, и если, несмотря ни на что, вы не опускаете рук, единственное, чего вы в итоге добьетесь, это гарантированный успех. Без вариантов. Это сказалось. Шелелонг. Как известно, индустрия сетевого маркетинга около 50 лет. И на протяжении первых 40 лет своего существования действовал и приносил результат один принцип. Продавай продукт, подключай людей. Все. Методы так называемой старой школы всем нам хорошо известны. Это личные встречи, звонки по телефону, составление списка друзей, правило трех шагов, которое выключалось в том, что если человек находится от вас на расстоянии трех шагов, обязательно необходимо к нему подойти к предложениям о сотрудничестве. И вспомните, сколько сил, сколько времени вам было необходимо приложить, чтобы привлечь хотя бы одного партнера, используя эти методы. А сколько денег. В итоге многие начинающиеся сетевики уходят, потому что понимают, что результат этой работы не окупает затрат. Можно сказать, что сегодня, используя методы старой школы, вы убиваете, вы просто заживо хороните свой бизнес. Безусловно, с появлением интернет принципы работы существенно изменились. Интернет открыл перед каждым из нас возможность свой бизнес. Строить свою структуру, строить в десятках стран мира. Вы не ограничены своим городом, своим кругом знакомых. Вам не нужно больше применять правила трех шагов. И при этом, не важно, где вы находитесь, дома, на даче или путешествуете, ваш бизнес все равно продолжает развиваться, если его правильно, конечно же, организовать. Но даже при таких широчайших возможностях 95% людей, начинающих работу в интернет, терпят неудачу. Как вы думаете, почему? Я уверена, что главная причина здесь в том, что нет соответствующих знаний, нет правильной системы обучения. И люди тратят много времени и сил, предлагая продукт и бизнес людям, которым это совсем не нужно. И в результате такие сетевики приобретают нехорошую репутацию спамеров. Задайте себе вопрос, зачем люди приходят в интернет? Люди приходят в интернет, чтобы решать свою проблему. Как похудеть, как поправить здоровье, найти какую-то информацию, заработать денег. Вот именно такими людьми нам нужно начинать свой диалог. Сетевой маркетинг – это социальный бизнес. И только контактируя с людьми, оставаясь для них доброжелательным, интересным собеседником, который к тому же владеет нужной, полезной, практичной информацией, можно рассчитывать на выстраивание добрых, доверительных отношений. Итак, в первую очередь нам надо дать человеку полезную информацию, решающую его проблему. Причем это нужно сделать абсолютно бесплатно, абсолютно не рассчитывая на какую-то отдачу. Просто потому, что вы владеете этой информацией, просто потому, что у вас есть все знания, и вам не жалко с ней поделиться. В результате со временем человек станет нас воспринимать как эксперта, как профессионала и, скорее всего, лояльно и с интересом просмотрит наше бизнес-предложение. Да как же работать с правильными? Где найти путь к успеху? Запомните, самое главное правило всех успешных МЛМ-предпринимателей. Люди будут присоединяться к вам потому, что вы можете их научить, как построить успешный бизнес. Вы предлагаете создание бизнес-системы, которая позволит решить их проблемы, ликвидя себя успешными, применяя ее. Только решая проблемы людей, мы сможем добиться успеха. До тех пор, пока вы не позиционируете себя как эксперта, как специалиста, как человека, который может решить их проблему, деньги, здоровье, путешествия и так далее, вы не будете успешными в интернет. Людям не интересен ваш бизнес, но они всегда готовы купить у вас четкую систему действий, которая приведет их к успеху, то есть к решению их проблем. Создав свой имидж один раз, он будет работать на вас многие-многие годы. Люди будут искать возможность общения с вами, будут сами просить вас сбросить предложение о сотрудничестве. Есть три кита, на которых сегодня строится бизнес в интернет. Это создание личного бренда, это своя целевая аудитория и автоматизация. О создании личного бренда мы немного с вами поговорили, то есть нужно в первую очередь продвигать себя, свои знания, свой опыт. О целевой аудитории мы тоже немного поговорили. Безусловно, это самый золотой актив, который есть у каждого MLM-предпринимателя. И хочу немножечко подробно остановиться автоматизацией бизнеса. Вот здесь я привела такую простейшую системку автоматизации, которая состоит из трех шагов. Первое – это создание мини-фолота воронки. Обычно это такой одностраничный сайт, с каким-то ярким, интересным, интригующим, призывающим предложением и предложением посетителю оставить свое имя и e-mail для того, чтобы мы в дальнейшем смогли с ним общаться. Цель создания такой мини-фолота воронки – это превратить своего посетителя в постоянного подписчика. Далее – это создание собственной рассылки писем. Они могут быть как в текстовом формате, так и в видео формате, аудио формате. Человек, став вашим подписчиком, начинает получать письма с полезным, интересным, контентом, с хорошим содержанием. Благодаря этим письмам вы ближе знакомитесь с человеком. И цель такой рассылки писем – это установить доверительные отношения с вашими подписчиками. Вы согласитесь, ну, подавляющее большинство подписчиков – это люди, которых вы никогда не увидите в жизни, никогда с ними лично не пообщаетесь, не улыбнетесь своей очаровательной улыбкой. Поэтому вот именно через такое общение, через письма, через то, как вы делитесь своей полезной информацией, вы можете установить доверительные отношения с людьми. И третий этап автоматизации бизнеса – это создание своего MLM-центра. Обычно в этой роли выступает ваш блог, ваш дом, ваш личный кабинет в интернет, на котором вы уже очень близко знакомите ваших посетителей с собой, раскрываете вашу личность, рассказываете о себе. Причем человек может прийти к вам в абсолютно любое время, удобное для него, посмотреть материалы, почитать информацию, которая интересна лично ему, и уже составить свое мнение о том, интересно ли вы с вами дальше общаться, либо нет. Конечно, я согласна, что здесь нет короткого и легкого пути, и нельзя мечтать о том, что все свалится из счастья и богатства на голову в один момент, но следуя такой системе ведения бизнеса, вы неизбежно придете к успеху. И, подводя итоги, я хочу сделать несколько небольших рекомендаций. Ну, во-первых, давайте перестаньте на графику, мое лучше, чем твое, тогда мы уже ни на кого не действуем, ни на кого не оказываем впечатление. Второе, перестаньте спать. Дорогие друзья, если вы приходите в интернет всерьез и надолго, то необходимо в самых первых шагах зарабатывать себе хорошую репутацию. Ведь репутация, согласитесь, это такая вещь, которую очень сложно потом будет перевернуть в какую-либо сторону. Третье, подавайте себе свой бренд, помогайте решать проблемы людей. Кто-то из великих когда-то сказал, помоги миллиону людей и тысячи тебя сделают богатым. Четвертое, повышайте свой уровень знаний, свои цены, свое уникание в глазах людей. Безусловно, образование, постоянное обучение – это необходимые условия для достижения успеха в интернете. Ну, и в-пятых, автоматизируйте свой бизнес, который будет работать на вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, не ссылаясь на усталость, на болезни, на плохое настроение и желание отдохнуть. Ну, а теперь, дорогие друзья, давайте же посмотрим, какие 5 главных шагов необходимо сделать на пути к успеху. Ну, и первый, самый важный, самый главный, на мой взгляд, шаг – это, безусловно, обучение. «Учиться, учиться, еще раз учиться», завещал нам дедушка Ленин еще 100 лет назад, и это золотое правило не теряет своей актуальности, своей значимости по сей день. Только постоянно обучаясь, только приобретая новые знания, новые навыки, опыт, можно стать по-настоящему предприятельной и уникальной личностью. Приобретайте всевозможные дополнительные курсы, книги, участвуйте во всех тренингах, школах, вебинарах, которые только можете себе позволить. Поверьте, 100 рублей, потраченные сегодня вами на образование, завтра вернется вам в ссорице. Конечно, сегодня на просторах Рунета можно найти практически любую информацию бесплатно, но для этого вам понадобится другая индустрица, время. В любом случае, только постоянное обучение, постоянное саморазвитие и личный смирот – это необходимое условие для достижения успеха в интернет. вы всегда должны быть на шаг впереди вашей команды, вы указываете путь, вы находите новые идеи, вы их опробуете, вы их применяете, вы советуете своей команде делать точно так же. второй шаг, безусловно, это постановка цели. Очень важно уметь правильно поставить свою цель. Ваша цель должна соответствовать нескольким обязательным условиям. Во-первых, она должна быть конкретной. Например, хочу быть богатым. Что такое богатым? Кому-то и тысяча долларов – это богатство, кому-то и миллион долларов – это нам. Они должны быть реалистичны. Я думаю, что не стоит сегодня мечтать о том, чтобы завтра попрости на Луне или облететь на космическом корабле вокруг нового шара. Давайте будем реалистами. Они должны быть измеримыми. То есть, например, 20 новых подписчиков, 5 новых параметров, они должны быть достижимы. Не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы и ставить себе цели, но явно невозможные на данном этапе жизни для достижения. И в пятых, они должны быть ориентированы во времени. То есть, за неделю, за месяц, за квартал, за год. Вот здесь привязана такая простенькая схемка, как мечта становится явлением. Безусловно, конечно, все начинается с мечты, но мечта сама по себе никогда не станет явлением, если мы ее мысленно не прорисуем в конкретную цель. Мечта обрастает какими-то деталями, добавляются какие-то реальные сроки, в результате мы получаем цель, которую мы едем. Исходя из цели, мы пишем план, исходя из планов выполняем постоянные жизнедневные действия. только в таком случае наша мечта может стать явлением. Третий шаг, безусловно, очень важный, очень нужный, это планирование. Конечно, работа дома, без давления начальства, без какой-то вышестоящей палки над головой, всегда предполагает некую расхлябанность в делах, возможность отвлекаться на другие, подчас более интересные, приятные занятия. Поэтому в нашей работе просто необходимо ежедневное планирование дел. Ежедневно составляйте план детальный своих обязанностей, своих шагов, которые вам необходимы выполнить сегодня. И если в силу каких-то причин что-то из запланированного не было выполнено, обязательно начните план следующего дня с выполнения этого пункта. Обязательно записывайте то, что вам удалось выполнить сегодня, какой результат это вам принесло. Если в какой-то момент времени вам может показаться, что вы топчетесь на месте, полистайте свои записи и быстро убедитесь, что это далеко не так. Четвертый, безусловно, очень важный шаг это действие каждый день. Очень важен маленький шаг, но каждый день. Вы планируете, вы выполняете задуманное по чуть-чуть, но ежедневно. Помните старый англот про слона? Можно съесть слона? Ну, конечно, нет. Потому что стояло съесть слона, правда? А можно съесть слона по 100 грамм в день? Ну, конечно, можно. Запустите собственное соревнование. Делать каждый день, но на один раз лучше, чем вчера. Не сравнивайте себя с другими, не бегите семи мильними шагами, не пытайтесь за две недели охватить объем информации, на изучение которой необходимо два месяца. Сам лучший вариант это ежедневно постоянные шаги к цели. И пятый шаг это терпение. Терпение и осознание того, что делаю любимое. Да, дорогие друзья, терпением надо запастись и запасти его необходимо просто в огромном количестве. Наша работа часто подразумевает выполнение кропотливое, может быть однообразное, может быть не такой увлекательной работы, но вспомните, разве работая по найму, вы не выполняли каждый день однообразную, скучную, уже давно не доехшую вам работу, рутину, которую лишь изредка прерывал начальник в виде какого-то вмешательства либо каких-то дополнительных нагрузок на ваши плечи. Вы должны быть готовы к тому, что должно пройти немало времени, прежде чем небольшие ручейки ваших подписчиков, а значит ваших доходов выльются в полноводную реку успеха. Так что ж, давайте рассмотрим, кто же такой сегодня успешный сетевик. Успешный сетевик это человек, который стремится качественно поменять свою жизнь. Это амбициозный, это целеустремленный человек. Он открыт для новой информации, для обучения, для новых технологий, для саморазвития. Это человек, который умеет мечтать, умеет ставить цели, планировать свою деятельность и достигать задуманного. с вами была Марина Козлова. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, я желаю вам исполнения всех ваших желаний. Пусть реализуются все ваши проекты, все ваши задумки, пусть ваша жизнь сложится все настолько удачно, насколько успешно, вы сами даже и какое-то время назад могли предположить. Всего доброго, до свидания.